В свой родной город Агдам футбольный клуб Карабах приехал спустя 27 лет. В ходе поездки команда посетила место, где когда-то располагался стадион Эмарат – домашняя арена клуба Карабах. Футболисты провели там символическую тренировку. Играя тут сегодня, мы строили планы на будущее. Находясь здесь, я представил, как уже скоро мы будем проводить здесь матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. С этим чувством мы сегодня и играли. Мы благодарны Богу за сегодняшний день. Огромное спасибо азербайджанской армии, спасибо нашему верховному главнокомандующему. Чувства, которые нас переполняют, невозможно передать словами. Сегодня мы вступили на землю, которую видели раньше только на фотографиях. Когда эти территории были оккупированы, мне был всего один год. И сейчас, повзрослев, я вернулся сюда. Хочу выразить благодарность нашему верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Мы вернули наши земли из оккупации. Пусть погибшие покоятся с миром. Я являюсь сыном шехида, родом из Агдама. Не могу описать сейчас свои чувства. Помимо стадиона Эмарат, футболисты и другие гости посетили Джума-мечеть в Агдаме. Они стали свидетелем того, в какое плачевное состояние привели ее строение оккупанты. В Агдам приехали и представители дипломатического корпуса. Они стали свидетелями армянского вандализма в этом городе. В 1944 году в международных отношениях появился термин «геноцид». В 1963 году стал применяться термин «урбицид». Если геноцид применяется в отношении людей, то «урбицид» против городов и цивилизаций. На сегодняшний день Агдам является одним из главных примеров использования «урбицида». Во время визита в Агдам футболисты Карабаха продемонстрировали чемпионский кубок, завоеванный в последнем первенстве страны. Одним из присутствующих был и представитель тренерского штаба Карабаха, в прошлом выступавший за эту команду Мушфик Гусейнов. «Мы играли тут в футбол в то время, когда на Агдам падали бомбы. Мы не отчаялись, несмотря ни на что. Слава Богу, что команда не распалась, и сегодня мы с гордостью вернулись домой». Команда посетила могилу Аллах Верди Багирова. Он был одним из основателей клуба. Сначала играл за эту команду, затем тренировал ее. Он погиб в ходе боевых действий. Футболисты верят в то, что в скором времени город будет восстановлен. И у них, наконец, появится возможность проводить на родной земле матчи не только национального чемпионата, но и международные игры. Эмин Ахмедов, Кервис Гасанлы, Сибиси.